Здравствуйте, с информацией Гидрометцентра России, прогностического центра метео, вас познакомлю я, Рената Камалова. На Дальнем Востоке острова Южный район и материка не спешат прощаться с бархатным сезоном. Во Владивостоке без осадков плюс 17, в Хабаровске под солнцем воздух прогреется до плюс 20. У Байкала тоже солнечно, но заметно холоднее. Днем в Иркутске плюс 11. В западной половине никаких осадков. В Новосибирске очередной виток бабьего лета температура подрастет до плюс 15. Ну а в Омске на градус выше и яркое солнце. И на Урале солнечно, в Екатеринбурге не выше плюс 13. Северные районы европейской территории окажутся во власти циклона. В Архангельске плюс 8 и дожди на все выходные. А Мурманск в субботу отмечает День города. Ему исполняется 108 лет. Но вот погода будет не очень ласковая. Плюс 5, небольшие дожди и сильный ветер. Впрочем, жители северного города героя такой погодой не испугать. На Балтийском побережье прохладно, но безупречно солнечно. В Калининграде плюс 13 и на небе не облачко. В центре местами пройдут дожди. Они будут в Калуге и в Туле. А к востоку от Москвы без осадков. В Владимире плюс 14. В Пово уже дотянутся атмосферные фронты северного циклона. В Нижнем Новгороде плюс 14 и пасмурно. В Казани плюс 17 и с дождем. При Азове стабильно без осадков. В Ростове-на-Дону будет плюс 25 и яркое солнце. На Черноморском побережье разгар бархатного сезона. В Крыму солнце. В Севастополе 23, в Сочи 25. Вода пока теплая, 23 градуса. В Санкт-Петербурге дождей не будет и плюс 12. В Москве в субботу ветрено. Без осадков и плюс 13-15. В воскресенье вечером дождь. А в понедельник снова солнце и тепло. О погоде на завтра в студии Ирина Полякова. Здравствуйте. У меня информация про прогностического центра «Метео». Дальний Восток. И здесь в субботу интенсивные осадки переедут из Амурской области в северную половину Хабаровского края. Хабаровск пока не заденет. Там солнце и тепло. А Благовещенский похолодает заметно. Еще ниже опустится температура в Забайкале в расчете на потепление в воскресенье. А в Бурятии оно уже завтра. В Якутии пока без теплых планов. Наоборот, в Якутске в середине следующей недели уже днем не выше нуля. А на юге Сибири все ярче будет проявлять себя теплый воздух. В Иркутске завтра потеплеет градусы на 3-4. Правда, север области все-таки задевает снежный циклон. В Красноярске завтра солнце и плюс 13. В Тюмени, в Омске 15-16. В Томске завтра плюс 14, а 16 в воскресенье. Ну а Урал почувствует северный циклон. На севере Свердловской области небольшой дождь. Но южнее и солнце, и теплее положенного градуса на 3. Европейская территория России и новая перестройка. Если сегодня центральные области попали под ненастное влияние циклона, то завтра с запада начнет давить очередной антициклон. А это улучшение погоды. Улучшение с точки зрения яркости осенних красок. Потому что облака и осадки будут переезжать дальше, на восток и на юг. Но с точки зрения температурного режима, пока не так радужно. Уход в осень продолжится. В Брянске завтра максимум только плюс 13. На следующей неделе должно все-таки немного потеплеть. А дождь и снижение температуры теперь приготовлены для Поволжья, севернее Ульяновска и для Черноземья. В Липецке завтра не выше плюс 18. Но на юге максимум солнца и отсутствие осадков. Температура планирует продолжать повышаться. Впереди плюс 30. Без особых изменений погода на севере, а на северо-западе она станет более приятливой. В Петербурге завтра без осадков. Днем максимальная температура воздуха около плюс 10. В Москве в субботу вероятность дождя небольшая, но максимум только плюс 12-14. И сейчас о погоде. Продолжительное бабье лето в столичном регионе подошло к концу. Температура понемногу опускается, начинаются дожди. Прогноз на ближайшее время представит Татьяна Ермилова. На связи с нами Метеостудия. Таня, какими будут выходные? А выходные удивят разнообразием. Подробнее расскажу через несколько секунд. Итак, северный циклон и его атмосферные фронты принесли всем настоящую хмурую осень. В Архангельске всего плюс 8 и дожди. В Нарьянмаре уже снег, а на северо-западе выглянет солнце. Станет чуть теплее. На Балтийских курортах все выходные стабильно без осадков. В Калининграде плюс 13. А в средней полосе то дожди, то солнце. В ночь на воскресенье опустится густой туман. Завтра на севере центрального района уже без осадков. От Твери до Владимира плюс 12-14. К югу от столицы с дождями в Туле и Рязани плюс 15. Плотные дождевые облака накроют и Черноземья. В Поволжье дожди достанутся северным районам. В Ижевске всего 14. На юге завтра солнечное тепло. В воскресенье будет даже жарко и никаких осадков. О погоде в столице и в Петербурге без дождей плюс 12. В Москве завтра 14. Дожди прекратятся. А новую порцию осадков ждем к вечеру воскресенья. Спасибо. На связи из Метеосту. С вами Анастасия Лоренова. На Дальнем Востоке сильные дожди пройдут ночью в Амурской области. А днем на севере Хабаровского края Сахалина. Не исключенный мокрый снег. Но южнее больше солнца и тепла. В Хабаровске плюс 19. При море теплее обычного без осадков. Утром туманы. У Байкала солнечно и начинает теплеть. Погоду улучшает сибирский антициклон. От Иркутска до Омска малооблачно и плюс 11-16. Также и на Южном Урале. А в центре и на севере дождей и похолодания. В Перми плюс 12. Это скажет свое слово циклон, который идет по северу европейской части. Вслед ему идет еще циклон. Так что почти по всей северной половине региона осадки. У полярного круга около 5 градусов тепла. На северо-западе не выше 13. В центре около 15. А вот на юге много солнца. Температура растет днем 26-28. Это не предел. В Петербурге завтра плюс 9-11 без существенных осадков. В Москве плюс 12-14. Небольшой дождь возможен по области. В североевропейской территории в субботу окажется во власти циклона. В Архангельске дожди и плюс 8, а в Нарьянмаре всего плюс 3 и мокрый снег. При этом на северо-западе выглянет солнце. Но тепло сюда в ближайшие дни уже не вернется. В Великом Новгороде плюс 13. Холодный атмосферный фронт северного циклона продолжит погружать среднюю полосу в осеннюю прохладу. В центре днем не выше 12-15 градусов. Во Владимире без осадков. Но жителям Тулы, Калуги и Рязани пригодятся зонты. Дожди отправляются покорять Черноземья и Поволжье, где тоже заметно похолодает. А в южной половине царит солнечный антициклон. И он способен на впечатляющий прогрев. В степных районах завтра до 27. На Черноморских курортах 24-25. И вода в районе Сочи еще теплая 23 градуса. В Санкт-Петербурге плюс 12. Без осадков. А в Москве в субботу дожди прекратятся. Выглянет солнце. Но будет максимум 13-15. В ночь на воскресенье густые туманы. Будьте очень осторожны. На Кубань выходные вернется лето. Днем температура снова приблизится к 30-ти градусной отметке. А вот центральная Россия погружается в осень. Сегодня после полудня зарядят дожди, а температура будет понижаться. Что в выходные? Уточним у Татьяны Антоновой. Татьяна, ну что, дожди, дожди, да? Евгений, выходные в основном без осадков. Но придется хорошо утепляться, потому что похолодание будет заметным. Увы. Начинаем. Ну что же, облачные поля Ненасного циклона протянутся от Арктического побережья до Средней Волги. В Архангельске плюс 8 и дожди. Но на Северо-Востоке дожди вперемешку с мокрым снегом. В Нарьянмаре при этом днем всего плюс 3. В центре завтра зонты уже не пригодятся, но температура после недавних 20 градусов будет очень даже бодрить. От Твери до Тулы всего 12-15 тепла. В Черноземье от Тамбова до Орла 16-17 и тоже дождливо. На юге можно еще и загорать и купаться 24-25. Вода в районе Сочи 23 градуса. В Петербурге в субботу плюс 12 без осадков вплоть до середины следующей недели. В Москве выходные 12-14 градусов. Вечером, в воскресенье возможен дождь. На следующей неделе ждем 14-18 тепла. В России пришли дожди и по прогнозам местами они могут быть сильными. К тому же в выходные нам придется хорошо утепляться. В регионе ощутимо похолодает. Татьяна Антонова с осенним прогнозом уже в нашей студии. Грустная картина. Татьяна за окном. Еще вчера мы радовались вот этой прекрасной погоде и вот уже все. Пришла осень. Ирина, увы, в начале следующей недели еще будет такой всплеск тепла 14-18. А вот начиная со среды 8-12. Это максимум. Да еще и с дождем. Ну что же, облачные поля Ненасного циклона протянутся от Арктического побережья до Средней Волги. В Архангельске плюс 8 и дожди. Но на северо-востоке дожди в перемешку с мокрым снегом. В Нарьянмаре всего плюс 3. В центре сегодня без зонтов не обойтись. А вот завтра дожди отойдут в Черноземье. Но температура после недавних 20 градусов очень даже взбодрит. От Твери до Тулы всего 12-15. От Тамбова до Орла 16-17 градусов. Островок тепла на карте юг. Здесь можно еще и загорать и купаться 24-25. Вода в районе Сочи 23 градуса. В Петербурге в субботу плюс 12 без осадков. До середины следующей недели в Москве 11-13. Вечером в воскресенье дожди. В понедельник до 18. Затем понижение.